Всем привет, вы на канале ButtonIT и с вами Саня. Тема бэкапов всегда актуальна, особенно на PS4. Это видео будет полезно как владельцам консолей с актуальной прошивкой, так и тем, кто по разным причинам использует HAN и остается на старой версии прошивки. Сначала я расскажу про официальные методы резервного копирования, а уже потом расскажу про неофициальные методы с помощью pre-order или программ. Сразу скажу, что официальных методов более чем достаточно, и я советую использовать только их. Первое. Официальные способы. В этой части видео будут рассмотрены методы, предусмотренные производителем. Они доступны всем владельцам PS4 с любой версией прошивки, в том числе и актуальной. Но перед началом хочу сказать, что вам нужно иметь активированный аккаунт в PSN. Для этого владельцам актуальной версии надо просто зайти в PSN. А тем, кто использует HAN, можно воспользоваться оффлайн-активатором. Про него я снимал отдельное видео. Подсказка сверху и ссылка в описании. Если в управлении учетной записью вы видите не один пункт, а много, ну вот как у меня, то значит ваш аккаунт активирован. На PS4 есть возможность создания резервной копии. Нужно лишь найти нужный пункт. В настройках спускаемся в самый низ. Заходим в пункт «Система». Находим пункт под названием «Создание резервной копии и восстановление». Тут все максимально понятно. В первом пункте создаем бэкап, во втором мы его восстанавливаем, а в третьем удаляем ненужные копии. Ну и давайте создадим копию. PS4 поддерживает жесткие диски в файловой системе FAT32 или EXFAT. По поводу NTFS не знаю. В моем случае жесткий диск разбит на два раздела. Выбирая тот, что в EXFAT. Нас предупреждают, что трофеи не могут быть скопированы. Их можно сохранить, только синхронизировав аккаунт с PSN. И после того, как вы восстановите копию, вы должны синхронизировать эти трофеи заново, и они попадут к вам в систему. То есть компания посчитала, что трофеи не стоит вносить в резервную копию. И удобнее просто их синхронизировать. Однако все же есть возможность сохранить трофеи, но только на консолях с HAN. Об этом мы поговорим позже. Нам дают возможность самим выбирать, что мы хотим сохранить. В приложениях нам дают возможность выбора. Приложения копировать не буду. Они все есть на моем компьютере. Поэтому в случае их потери, я с легкостью смогу их установить заново. А вот все остальное, пожалуй, скопирую. Просто отмечаем галочками то, что хотим сохранить. А вот сохранение, скриншоты, темы и настройки копируются полностью. Выбора нам не дают. Единственная галочка, которую нельзя снять, находится внизу. Пункт настройки. Я считаю, что по умолчанию в нее попадают все наши пользователи, поэтому ее и нельзя снять. Когда вы определились, что хотите сохранить, жмем далее. В итоге получилось чуть больше 4 гигабайт. Жмем создание резервной копии. Важный нюанс. При восстановлении резервной копии с консоли удаляются все данные, которые на ней хранятся. И только потом происходит восстановление данных, находящихся в резервной копии. То есть если восстанавливать копию, которую я делаю сейчас, то с консоли удалятся все приложения, так как я не добавлял их в мою резервную копию. Проще говоря, после восстановления на консоли будут только те данные, которые были в резервной копии, в том числе и аккаунты. Скорость создания копии зависит от вашего носителя информации. У меня это старый жесткий диск на 5400 оборотов с USB 2.0. Меня удивил тот факт, что консоль несколько раз перезапускалась. Черный экран висел больше 30 секунд. Ну, главное то, что копия успешно создана. После очередной перезагрузки мы попали на главный экран. Теперь заходим в настройки, система и далее в резервные копии. Выбираем удалить данные резервных копий и смотрим, находит ли система наш бэкап. Да, видим, что бэкап найден. Значит, все прошло успешно. У меня их два. Тот, что новый, находится сверху. Это можно понять по дате создания. Кстати, тут вы можете удалить ненужный бэкап. Количество создаваемых бэкапов, как я понял, не ограничено. Ну и давайте частично покажу восстановление копии. Заходим в соответствующий пункт. Выбираем копию, которую хотим восстановить. Теперь внимательно прочитайте то, что тут написано. То, о чем я говорил минуту назад. Все данные будут удалены. PS4 деактивировано и только потом будут восстановлены данные, которые были в вашей копии. Естественно, я сейчас не буду восстанавливать свой бэкап. Но однажды я это делал. Могу сказать, что будет то же самое, что и при его создании. Несколько перезагрузок и полоска восстановления. Может, кому-то будет интересно посмотреть, как выглядят ваши данные после бэкапа. На флажке появится папка PS4. В ней папка Export. Далее папка Backup. Внутри вы увидите папки с вашими копиями. Их название представлено в виде даты. Так что понять, какой бэкап вам нужен, не составит труда. Внутри будет два файла вот с таким расширением. То есть никаких папок и тому подобного. Честно говоря, не знаю, можно ли открыть этот файл. Но думаю, даже если получится, то все равно все данные будут зашифрованы. Это был комплексный бэкап. Но я бы хотел показать, что и как можно скопировать отдельно. Начну с самого важного. Это сохранение игр. Для этого нам надо перейти в управление сохраненными данными приложений. Если вы владелец консоли с актуальной прошивкой и имеете подписку PS Plus, то можете настроить автозагрузку своих сохранений в облако. Однако, если у вас нет PS Plus или на вашей консоли старая прошивка, то все можно сохранить на флешку. Имейте в виду, если у вас не активирован аккаунт, то вы не сможете получить доступ к копированию сохранений на флешку. Заходим в сохраненные данные в памяти системы. Если вы прочитаете, что написано в первом пункте, то там прямо сказано, что сетевое хранилище используется как резервная копия. Но нас интересует второй пункт — копирование в накопитель USB. В описании этого пункта также сказано, что накопитель USB можно использовать для резервного копирования. Заходим. Не вижу смысла что-то дальше комментировать. Мы просто выбираем нужное сохранение и копируем его на нашу флешку или жесткий диск. В пункте «Удалить» при желании можно удалить ненужные сохранения. Перенос сохранений из USB накопителя в память системы происходит таким же образом. Выбираем сохраненные данные в накопителе USB. Копирование в память системы. При желании можно выбрать сразу несколько сохранений. Также мы можем узнать информацию о сохранении. Это может быть полезно, если у вас несколько сохранений одной игры. Далее выбираем сохранение и нажимаем копировать. Я не буду этого делать, потому что я только что скопировал его из памяти PS4. Пункт «Память» также может позволить скопировать некоторые материалы. Перед нами 4 раздела. Похоже на то, что мы видели в резервном копировании. Если зайти в приложение, то мы увидим все, что установлено на PS4. Однако этот пункт не позволяет нам скопировать приложение. Тут можно только их удалить. Однако иная ситуация со скриншотами и записью геймплея. Тут можно выбрать из какой игры вы хотите открыть материалы. Или выбрать папку «Все». Тут отдельно выделены снимки экрана и видеоклипы. У меня тут много скриншотов. Некоторые из них я использовал для создания превьюшек для видео. Выбираете любую картинку и жмете «Опшенс». Чуть выше можно найти пункт «Копирование в накопитель USB». Ну а дальше все просто, так же как и с сохранением. Отмечаете галочками, что хотите сохранить и копируете. Нам сообщают, где на флешке мы сможем найти скопированные скриншоты и клипы. Кстати, записи игр копируются точно так же. Пусть вас не вводит в заблуждение пункт «Сохраненных данных». Да, мы видим сохранение, но скопировать отсюда их нельзя. Мы можем посмотреть информацию о файле. Если нажать «Опшенс», то тут доступно только удаление и сортировка. А тут только пункт «Выбрать несколько приложений». Так что вам в любом случае нужно активировать аккаунт, чтобы получить доступ к копированию и сохранению. Второе. Неофициальные способы. Изначально я даже не хотел включать этот пункт в видео, потому что официальных методов более чем достаточно. И неофициальные просто не нужны. Все необходимое можно скопировать при помощи функции, которые встроил производитель. Однако, я обещал рассказать о том, как скопировать трофеи. И сейчас как раз мы об этом поговорим. Однако, в данном случае это будет полезно только тем, кто сидит на старой прошивке. И не может синхронизироваться с PSN. Тем, кто находится на актуальной прошивке, эта тема будет вообще неинтересна. Заходим в браузер. Нам нужно перейти на один из хостов. Почти везде вы можете увидеть вот эти две кнопки. Backup Database и Restore Database. То есть скопировать базу данных и восстановить базу данных. Как раз тут и имеется в виду ваши данные. Но давайте зайдем на другой хост, где можно прочитать описание этого пейлоудера. Вот и оно. Выполняет резервное копирование баз данных, лицензий и пользовательских данных вашей PS4. Обратите внимание, что это может быть бесполезно, если вам нужно выполнить повторную инициализацию, так как ваши ключи могут измениться. Теперь объясню, что он делает на самом деле. Сейчас я подключен к PS4 по FTP соединению. Если кратко, пейлоудер полностью копирует некоторые папки из корня PS4. Знаю точно, что копируются данные из папки User. Или даже вся папка целиком. Могу сказать, что трофей при активации этого пейлоудера точно бэкапится вместе с остальным. Однако я не стал разбираться подробнее, что и как. И вот почему. Первое. Пейлоудер не всегда копирует все правильно. И второе. Пейлоудер не всегда это верно восстанавливает. Да и как сказано в описании, после повторной инициализации могут смениться ключи, и этот дамп будет бесполезен. Поэтому советую всем использовать официальные методы. Однако я так и не сказал ничего про копирование трофеев. Недавно мне пришлось сбросить свою консоль. Поэтому у меня пропали трофеи. Дело в том, что они мне не нужны. Синхронизировать их нельзя. Если обновиться до актуальной версии без инициализации, то получишь бан. То есть этот вариант тоже отпадает. Но мне писали люди, которым это действительно важно. Просто зафиксируйте, что сейчас у меня три приложения с трофеями. На жестком диске PS4 заходим в папку User. Далее в самом низу видим папку Trophy. Внутри будет еще одна папка. А далее лежат три папки. Как раз три моих игры с трофеями. Мы можем просто взять и скопировать их на жесткий диск компьютера. Будьте внимательны. Иногда файлы могут не скопироваться. Вот, например, в первой папке есть все файлы, а в других их нет. В таком случае надо копировать каждый файлик отдельно. Тогда все будет передано успешно. Вот что-то похожее бывает, когда Preloader копирует файлы или их восстанавливает. Что-то вполне может потеряться. Имейте в виду, лучше иметь в запасе бэкап, который был создан функциями системы. Сначала восстановите его и только потом возвращайте трофеи на их место. Также хочу сказать, что папки трофеи присутствуют в папке home. В общем, сейчас вы сами можете на это посмотреть. В теории это что-то другое, связанное с сейвами. Но я бы на всякий случай скопировал бы и эту папку тоже. Целиком. Советую вам периодически делать бэкап данных. Особенно сохранений. На PS4 они имеют свойство становиться битами. По-моему, я достаточно подробно раскрою тему. Но если у вас остались вопросы, то можете написать в мой инстаграм. Там я отвечаю на сообщения. Также, если есть желание поддержать канал донатом, то все ссылки вы найдете в описании. Также, возможно, вас заинтересует одно из этих видео. И как всегда, спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал. Ставьте лайки. До свидания.